Вот будет ли Дональд Трамп обсуждать на переговорах войну на Донбассе, пока он ограничивался лишь общими фразами о том, что нужно установить мир. Так что на следующей неделе главной задачей для наших дипломатов будет подвести американцев к конкретному обсуждению российской агрессии в Украине. Пока же обстрелы на Донбассе продолжаются. Боевики опять бьют по жилым кварталам. Теперь на Мариупольском направлении. Что там происходит сейчас, знает наш корреспондент Руслан Смещук. После нескольких дней затишья на Донбассе снова обострение. Боевики массировано атаковали позиции наших военных. Некогда курортный поселок Бердянская находится сразу за Широкином. И вот за эту ночь здесь минус два дома. По территории ударило более 20 гаубичных снарядов. Таких огромных свежих воронок я не видел достаточно давно. Но обошлось без жертв. Ведь эти дома уже несколько лет пустуют. Их жители убежали от войны. Четко три по одиночных, а далее уже по двое, по два, по два было прохода. Тобто пристреливались, а далее уже, можете сказать, грубо говоря, гатили с крупнокалиберной забороненной мінской договоренности артиллерии. Было нараховано близко 26 приходов. Военные говорят, подобные арт-атаки вполне могут быть выпускной аттестацией российских артиллеристов. Донбасс уже несколько лет для них учебный полигон. Пора экзаменов в артиллерийских училищах России. Мы в прошлом году все чувствовали, в этом году чувствуем. Мы как экзамены, так и начинаются вот эти стрельбы в них непонятные. А вот начало недели на Мариупольском направлении выдалось, учитывая местные реалии, относительно спокойным. Количество обстрелов уменьшилось. Причина – погода. Последние дни на Донбассе идут проливные дожди, и грунтовые дороги стали сложно проходимы, а до некоторых позиций вообще на технике не добраться. Хотя совсем стрелять не перестали. Безусловно, тут уже хорошо простреливаются делянками. Позиции под оккупированным боевиками из трех сторон окруженным ВСУ до Кучаевском. Без десяти девять начался обстрел со стороны противника. Обстрел ввелся с двух БМП, двойки, и с крупнокалиберных кулеметов. На позиции упало около четырех сотен тридцатимиллиметровых разрывных снарядов. Еще несколько попали в соседнее Новотроицкое. У меня два окна выбили, одно вставили, второе не хватило денег. Зачем такое издевательство с народом? В село и стреляют. Чудом никого не убило, а окна в селе стеклят постоянно. Снаряды прилетают по селу регулярно. Вот тут вот, вот туда, за стены, за стены, за стены. Что это работает? Снайпер. Снайпер работает, 7-62. Бывает, подключается у них на Тереконе, там более крупнокалиберное оружие. 12-5, вот, 12-7-14-5. Старый советский ПТР. Это вот оно? Нет, тут немножко погромче работает. Это уже Марьин, как привычным крупнокалиберным пулеметом, гранатометом и минометом, периодически подключается вражеская бронетехника. Слышно было, что работает танк. И снарядов 10-11 для глота. Зенитная установка работала, отработали они довольно плотно. Иногда снаряды перелетают и взрываются прямо на улицах. В последний раз попала по местной школе. Мы у побаля сидим, так летит. Детей эвакуировали, занятий не было. На стенах школы надписи и граффити, сделанные школьниками. И они совсем не детские, ведь на войне взрослеют рано. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности недели, телеканал Интер.